Всем привет! С вами снова Лев. В этом видео я хочу провести небольшую презентацию автомобиля Нива. Та самая легендарная трехдверная Нива. Я ездил на этом автомобиле 4 года и вот пришла пора его продать. Я просто хочу поделиться с вами своими впечатлениями. И так выглядит он следующим образом. Ничего сверхъестественного. Но сразу хочу сказать, что автомобиль, который выходит с завода, он требует в обязательном порядке некоторых усовершенствований. Прежде всего, это антикоррозийную обработку нужно провести. Ну и я расскажу, что я сделал. Значит, смотрите. Ну, понятно, поменял сразу налитые диски шины. Камо ФЛМ поставил все сезонки. То есть, можно было, в принципе, на них ездить и зимой, и летом вот у слоев Удмуртии, северного климата. То есть, не было у меня необходимости менять шины по сезону. Это очень удобно и хлопот, конечно, меньше было. Значит, вот здесь вот арки. Обратите внимание, очень важно. Сделать пластиковые, чтобы, когда грунт или, там, допустим, камешки, они не повреждали лакокрасочное покрытие и не ржавело там ничего. То есть, это вот сильно сбережет вам кузов. Значит, вот такие вот пороги. Не могу сказать, что они очень удобные, но ноги об них отряхивать, в принципе, было хорошо. Ну и, как видите, они ржавеют. Приходилось несколько раз их подкрашивать. Вот эта вот вещь, такая как дефлектор, это, кажется, называется, тоже очень важно поставить, потому что вода в дождь, если вы вдруг решите проветрить, а вода будет прямо на вас литься. Здесь вот это не очень удобно. Ставил фаркоп. Несколько раз пользовался, в том числе для того, чтобы вытащить, как бы, бедолаг, который где-то застряли. Ну и, в принципе, для прицепа тоже очень хорошо. Так, ну и багажник. Стандартный багажник. Что-то перевести длинномерное, какую-нибудь доску там или еще что-нибудь. Еще вот такая вот вещь, тоже очень важная, это, если вот эту штуковину не поставят, снегом все забивается напрочь, и никакой там, грубо говоря, воздухозабор не работает. Так, ну вот, все, что касается наружных сторон. В принципе, наверное, добавить нечего. Заглянем внутрь. Значит, автомобиль конца 70-х годов, и в плане интерьера у него, как бы, в общем-то, ничего практически не поменялось. Вот очень непривычно может вам показаться первое время, это вот то, что заводить вот здесь вот с левой стороны, значит, замок располагается. Ну, казалось бы, неудобно, да, все прошиб по большей части, но, честно говоря, вот в условиях зимы, когда надо прогревать, а ты еще вроде как чистишь, очень удобно, не садясь в машину, ты снаружи взял, подошел, завел, и спокойно от снега ее откапываешь. В этом году у нас зима супер просто, поэтому это приходилось делать очень часто. Так, ну, коврики я докупил. То есть, те, которые были, они довольно, ну, скажем так, ни о чем, да, просто сверху положил, вот у меня два коврика лежат. Так, что еще? Ну, понятно, там акустика, гнитола. Это нужно, конечно, тоже поставить сигнализация. И вот такую вещь тоже рекомендую очень сделать, это стеклоподъемники. Ну, здесь две двери, поэтому, соответственно, только две, два, и надо их устанавливать. Так, открывается здесь вход пассажирский таким образом. У нас в семье прибавление, поэтому, как бы, ну, нам автомобиль Нива уже не совсем удобен. То есть, здесь вот у нас было детское кресло, и вот супруги туда затаскивать, как бы заходить, все это вот, излишнее движение, они, как бы, конечно, комфорта не добавляли. Здесь вот, не знаю, получится показать или нет, вот она, ручка открывания багажника. Вот я ее открыл. Сейчас посмотрим, что там внутри. Так, ну вот, как видите, полка. Она, в принципе, убирается. Я ее, честно говоря, убирал и ездил вот так, потому что она, ну, как бы, не совсем практична. Всегда что-то перевожу и так далее. Ну вот, но, как бы, она здесь вот, как бы, должна быть, по сути, по задумке. Вот такой вот багажник. Если, допустим, что-то возить, полку эту убрали, как я сказал. Здесь вот такие вот замочки. Честно говоря, они сразу довольно-таки плохо работали. Вот так вот это выглядит. Тут уже что-то нападал. Надо вычищать. Полностью он, конечно, в ровный пол не раскладывается, но достаточно все равно какое-то крупногабаритное что-то можно перевести. Теперь о моих впечатлениях о автомобиле. Так, сейчас я это закрою. Значит, я покупал новый в автосалоне. И что хочу сказать. Этот автомобиль, он для непритязательных людей. Да, это легенда. Да, это супер проходимый вездеход. Супер проходимый вездеход, который степеней свободы вам добавит очень-очень много. То есть, никакой паркетник, да и, наверное, даже полноприводные автомобили, они не будут столь проходимы, сколько эта Нива. Но, что касается вот комфорта, вот, допустим, пластмасса, да, первый год, наверное, я ездил и зимой, и летом с приоткрытыми окнами, потому что она жутко-жутко воняла. То есть, этот запах, он просто въедался в мозг, я по-другому не скажу. Автомобиль жутко шумный. Просто, как бы, едешь, и раздатка вводит, и даже если на трассе едешь, это, ну, кто знает, кто ездил на Ниве, они поймут, о чем я говорю. То есть, там нужно говорить, ну, практически, как бы, не на крик переходить, но очень, как бы, стараться, да, чтобы тебя вот слышали. Дальше, что касается вот кочек и так далее, то есть, спереди еще, как бы, ладно, сидят, немножко в стекло головой иногда бьются, но сзади просто подпрыгивают, она козлит неимоверным образом. Если на кочке какой-то ехать, то сзади люди, в принципе, в потолок будут подпрыгивать. Вот, поэтому, кроме вас, с точки зрения комфорта, этот автомобиль, он... на двоечку, вот, но прелесть его в другом. То есть, как я сказал, я четыре года отъездил, от и до на этом автомобиле, и я его очень люблю. Несмотря на то, что вот я сейчас вам рассказал, да, вы поймите, вот сейчас вот я пересел на паркетник, и я, вот, ну, еще головолед у нас тут, я сразу столкнулся с массой проблем, которых я на Ниве, я даже не знал, что они есть. То есть, я не въезжаю в горы, мне проблемно припарковаться, она буксует, то есть, передний привод. Столько надо всего, значит, уже каких-то вещей обдумывать, вместо того, что просто едешь, куда тебе надо, и едешь. Вот я на Ниве, вот, сколько мне... Куда бы я не захотел поехать, я ни разу за эти четыре года не застрял. Я выезжал из сугробов. Ездил, допустим, в какое-то... Ну, бездорожье, да, откровенно, глина после дождя, никаких проблем еду. Снег выпал, не проблема абсолютно. Там, не знаю, горка с накатом, да, головолед. Я заезжаю даже без разгона, просто еду и все. Мне надо туда ехать, я еду, это супер. То есть, она, вот знаете, такой незапарный автомобиль. Человек, который вот, ну, не хочет с этими вещами, как бы, запариваться. Вот он взял, надо ему ехать, и едет. И все. Вот это вот самое, наверное, классное такое. Что, что, какое преимущество есть у этого автомобиля. Это, как знаете, автомат Кавашникова, только вот в исполнении вот автопрома. То есть, в любых условиях, во всех погодных условиях он работает. Так, еще, еще одна вещь, я забыл сказать, что тут сделано было. Значит, защита картера и немножко там, еще, по-моему, коробку он защищает. Здесь я не знаю, видно, вот не видно. Темно, ну, в общем, железяка такая там снизу. Тортик. Вот, собственно, о впечатлениях, как бы, наверное, добавить мне нечего. То есть, если вы живете в сельской местности, иногда у вас там бездорожье и так далее. Ну, блин, небо это незаменимый автомобиль. Конечно, да, еще и прожорливый он, ко всему прочему. То есть, тоже об этом надо сказать. То есть, первый месяц у меня, по-моему, чуть ли не 18 литров она кушала, когда обкатка шла. Ну, сейчас, в принципе, 13 литров она. Лучше ездит на 95-м. То есть, если в условиях города, например, мне тут гнать некуда особо, конечно, может 92-й заливать. Но если куда-то по трассе ехать, предполагается, там, обгоны совершать и так далее, то на 92-м весьма уныло она себя ведет, а вот на 95-м достаточно все интереснее. По большому счету, вот этот автомобиль я купил после такого шуточного, знаете, обзора, сравнения. Porsche Cayenne сравнивали как раз-таки с этой Нивой. Посмотрите, это немецкая какая-то телепередача про автомобили. Они так в полушутку, в полуправду рассмотрели эти два автомобиля. Но сложно не купить такой автомобиль. Честно говоря, я когда его покупал, я думал, что не буду его продавать, оставлю, даже пусть как будет второй автомобиль в семье. Но пока мы не тянем два автомобиля, поэтому решил все-таки продать и пересесть, вот, как я сказал, на паркетник. Так, ну, в принципе, все, наверное. На этом буду завершать. Еще скажу там по поводу, как заводится в морозы. Проблем никаких нету, заводится прекрасно. Управляемость вполне себе хорошая. Припаркуешься где угодно, печка работает очень шумно. То есть два режима – шумный и очень шумный. Но она греет, в принципе, все нормально с этим. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Если оставите комментарии, со своими впечатлениями тоже будет очень хорошо. Ну и делитесь этим видео, если вам понравилось. Всего доброго. Спасибо.